Угадай фильм по мелодии или квиз для пенсионеров. Это одно из занятий первой в крае группы дневного пребывания, куда приходят пожилые с расстройствами памяти и внимания. О наборе в Центр соцобслуживания Ленинского района на Волжской Ирина Дмитриевна узнала случайно. Все началось с того, что она однажды пожаловалась на провалы в памяти соцработницы. Вот даже фильмы, которые настолько близкие к душе, А я сразу какая-то паника. Начинаю фильм, посмотрю, да про фильм молчу, рассказ прочитаю, рассказывать. Ни одного имени не помню. Все поперепутаться. Уж на сколько цветы люблю. Сейчас название цветов стало забывать. В этот раз дельфиниум, я на нем выросла. Я думаю, как же он называется-то. И у меня такая паника. Она говорит, что у нас там организуют. Ой, с удовольствием. Кроме фильмов и музыки, пенсионерам предлагают и другие занятия. В Центр соцобслуживания закуплено реабилитационное и релаксационное оборудование. Например, кресла-реклайнеры и песочные планшеты с подсветкой. А у вас что? Это домик. Это солнце. Правда, тут некуда его. Это деревья. Это столик. Это окошко нарисовала. Вот труба. Вот дырочка. Трудотерапия. Это мелкомоторика у нас. То есть песокотерапия. Терапия воспоминаниями. Обязательно музыка, фильмы старые. То есть это все также присутствует. Мы изначально... Делается диагностика. Чтобы мне понимать, какие люди, какие нарушения, какой уровень. Мы проводим три дня диагностики. Впоследствии, в конце, эта диагностика повторяется. И уже смотрится. Конечно, есть и результаты. Сейчас в центр набрали вторую группу из пяти человек. Позже состав увеличится до восьми. Возраст участников от 65 до 80 лет. Каждое утро пенсионеров привозят на транспорте учреждения. Ориентация в пространстве нарушена у человека с этим заболеванием, с этими нарушениями. Поэтому одного его, естественно, отпускать нельзя. Зачастую родственникам некогда это делать, так как они работают. Или человек вообще одиноко проживающий. Реабилитационный курс рассчитан на два месяца. После этого, по прогнозам работников, у многих должны улучшиться память, внимание и мышление. Все началось с того, что наш регион в рамках национального проекта «Демография» реализует региональный проект «Старшее поколение». И мы, являясь пилотным учреждением, выбрали именно организацию дневного пребывания. В ближайшее время подобные группы появятся еще в двух центрах соцобслуживания – Кировском и Центральном. В перспективе же, говорят в Министерстве социальной политики края, такие курсы должны быть внедрены во всех районах города.